Главный мост через реку Ирпень разрушен. Бежать из одноименного престоличного города нелегко. На фоне стрельбы люди самоорганизуются, чтобы добраться до Киевского вокзала. Моя семья едет на восток, а я возвращаюсь на войну. Да, это моя земля. Такой план у многих семей. Сердечко на запотевшем стекле поезда и в путь. Теоретически, сегодня мог открыться гуманитарный коридор из пяти украинских городов. Официальный представитель Минобороны России заявил. В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины. И открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигово, Сум, Харькова и Мариуполя. Из Киева и Чернигово российская сторона предложила вывозить людей через белорусский Гомель и в Россию. Либо в южном направлении по согласованию с украинской стороной. Из Харькова в российский Белгород. Оттуда в избранные или временные пункты в украинских Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске. Из Мариуполя в российский Ростов-на-Дону. Украинская сторона подчеркнула, что по состоянию на утро 8 марта был согласован только один гуманитарный коридор от Сум до Полтавы. Президент Украины констатировал. Окупанты снова бомбили Сумы. Окупанты снова бомбили Сумы. Авиабомбы. Наш мирный город, который никогда в истории не угрожал России. Добрая, тихая, душевная Сумщина. Добрая, тихая, душевная Сумщина. Колонна из Сум отправилась в Полтаву около 11 часов утра с местными жителями и студентами-иностранцами. Позже открылся еще один коридор из Запорожья в Мариуполь, чтобы доставить воду, еду и медикаменты и забрать оттуда беженцев. Если обстрелы продолжатся и причинят вред здоровью и жизни мирных жителей, движущихся по гуманитарному коридору, мы немедленно потребуем от Международного трибунала привлечь к ответственности тех людей, которые принимали решения и которые не выполнили свои обещания. Попытки эвакуации из Мариуполя срывались с 5 марта. Россия обвиняет Украину в срыве эвакуации. Украина российских военных, не прекращающих огонь в направлении движения колонны. Стороны договорились таким образом, что автобусы с людьми отправляются из Мариуполя, а автобусы с гуманитарной помощью из Запорожья. Эти колонны автобусов встретятся на полпути. Жители Мариуполя наконец приедут в Запорожье, где смогут обосноваться. Некоторые отправятся в другие части Украины. Жители временно оккупированных городов Украины тем временем продолжают выходить на митинги против российских захватчиков. На видео акция в городе Олежки на Херсонщине. За 12 дней войны в Украине погибло более 400 гражданских. Многие остаются пропавшими без вести. Сюда, сюда, сюда! По данным ООН, покинули страну более 2 миллионов человек. 8 марта на румынской границе беженок встречали с цветами.